Вновь приветствую в своем уютном логове, и это уже пятнадцатая глава хардкорного выживания в Скайриме за каджета мага в мятой в нескольких местах тяжелой броне. И у меня складывается ощущение, что по-моему этих вмятин и царапин на ней не было. Возможно у меня чердак поплыл, а возможно действительно что-то такое реализовано. В любом случае, я сейчас просто забит под завязку всяким изгойским барахлом, поэтому нужно как можно быстрее мчаться в Маркарт. Или куда тут ближе? Тут в принципе в Морфол ближе, по прямой. Чтобы все это сбыть и сдать, продать и оставить там. И уже после этого, ну, наверное, дойти до Салетьюда. Да, до Салетьюда, он же там рядом. А в Маркарт уже в другой раз. Возможно по дороге как раз из Салетьюда, по которой я, кажется, вообще еще никогда не ходил. Может быть, удастся даже выполнить небольшой челлендж по путешествию и подобраться до всех городов своим ходом. Не знаю, удастся ли это сделать к двадцатому, условно, эпизоду. Потому что именно на двадцатом эпизоде я сделаю, так сказать, промежуточный итоговый ролик. В котором будет все, 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 все. И может быть даже чуть больше. Ты кто? А, ну ладно. Жаль вас, ребята. А, это еще не все? Ну подожди, подожди. Я сейчас сюда залезу, и ты сейчас отсюда вылезешь. Нашли на кого нападать. Совсем оголтелые, да? Залупнул... За... За лужкой наблюдает моська. А слона не заметила. О, нормально. Хорошо, что нет перегруза. Я уже сейчас прям под завязку себя накачиваю. Остатками всякого вкусного. Ладно, я остальных не буду обыскивать. Мне до них еще пилить и пилить. А кого вы здесь грохнули? Вы кореша своего, что ли, грохнули? Ничего себе, у вас маскировка. Просто 99-й уровень. Как сюда идти? А, да в принципе можно прямо сюда идти. Не, мне нельзя сейчас ни с кем конфликтовать. Ну, причина очень проста. Мне лут некуда складывать. Вот если бы было... Там-то раздолье. А, то есть вы спокойно, мирно себе общаетесь, да, со злокрысом? Ну, значит, олень тоже в чем-то виноват. Но его я наказать уже не успел. Он быстро бегает. Накажу его собрата. Так, ну там... Какой-то лагерь нет. Уи, уи я пока делать не хочу. Уйди. Какой-то лагерь там. Но в этот лагерь мне тоже не надо. У меня все под завязку забито. Я сейчас просто вдоль русла реки тихонечко пробегу. Меня никто не заметит. Никому я буду не нужен. Только крабикам. Уже очень хочется как-то прокачать свою огненную магию. Наверное, давно пора этим заняться. Привет. Ну, ты тут крабов, конечно, нагоняла. Уважаемо. Да, тут город совсем недалеко. Ну, типа, что поделать? Дорога в Маркарт превратилась в дорогу в Солитьюд. Такое часто случается. Особенно со мной. Который не знает, чего хочет. Ну, то есть хочет приключений. А вот где эти приключения искать? Ну, там уже по дороге решим. Я как будто слышу чьи-то голоса. В голове ли они? Или крабы разговаривают? Это извечная загадка. Но эти уже не разговаривают. Они меня пару раз за пятки ущипнули и молчат. Позадумались. А не зря ли они это сделали? Я б сказал, что зря, но... Кто ж слушать будет? Бляха-муха, нет. С тобой я с... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Не-не-не-не-не-не-не. Давай там как-нибудь сама. Без огонь. Воу-воу-воу-воу-воу. Как метко ты стреляешь. Дамочка. И вода тебя не берёт. Не окунаешься. Ну всё. Вроде отвалил от неё. Или она от меня. Или нет. Тут уж не знаю, но город уже рядом. Я, кажется, вижу его крыши. Нет. Это скала. Я не вижу его крыши. Зато я вижу... Солитьют. Но до него пилить ещё... Нужно какое-то время. Ну всё. Здесь у меня начинает промерзать уже... Корма. Кошачья. Нужно побыстрее спуститься в город. Там... Почилить. И... Мчать... Солитьют. Тут заначка чья-то была. Там ребята что-то буза тёрят. У меня... Идгард младшая. Это что? О, это алхимическая штука. Так, стоп. А зачем мне алхимическая штука? Мне нужно продать... Всякое барахло. Это дом. Это барахло продавальное. Или там барахло продавальное. Это... Ночлежка. Ночлежку мне не надо. Мне бы в этот... Во всяко-всячинную... Кушать точно есть. Так что... Что за... Что у вас за село? У вас нет нормального магазина? Мне до самого Солитьюда переться что ли? Ну, видимо, да. И какие есть варианты? Так. Научен я горьким опытом. В воду я больше не полезу. Попрыгаю по ледышкам. Ох. Краба уже за меня порешали. Так. Так, так, так. Как? Солитьют пробраться. Да, по прямой, видимо. Не то, чтобы вроде бы здесь, на этих болотах, было что-то сильно опасное. Очень надеюсь, что не было. А вот там... А что там? А что там? А вдруг там знак коня? Он, по-моему, где-то здесь как раз должен быть. Я точно не помню. Вот, серьезно точно не помню и даже не проверял. Но если там знак коня... То очень не зря я пошел именно сюда. Потому что черт бы с ней с регенерацией, с какими-то там защитными атакующими механиками. Мне лут некуда складывать. Ай! Вот же назойливые крабы. Что здесь происходит? Кто там? Кто меня хочет? По-моему, это пауки у меня плюются. А тут что происходит? Крабы у меня плюются? Да, тут много крабов. Отлично, я пришел в закрытый сундук. Меня заманили крабы к закрытому сундуку, чтобы убить и разделать на кусочки. Очень жаль было их расстраивать. Ну? Твои кореша бы отсюда все равно уже не вышли. Так что я помог тебе не грустить по ним. Ой, боюсь я доиграться сейчас здесь где-нибудь. Но мне все холоднее. Да почему мне холодно-то? Нужно бежать быстрее. Сюда. Потому что согреться способа нет. По крайней мере, я его не знаю. Это... Чей это знак? Чей это знак? Чей это знак? Скажи, скажи, скажи. Нет, это не конь. Почему я думал, что это конь? Что я сам себе придумал, что это конь. Вот почему. Скорее бы в Солитьюд. Там тепло и вкусно кормят. А вот здесь я начинаю отогреваться уже, да. Здесь более теплое место. А что делать в Солитьюде? Тусить? Не знаю. Закидываться с кумой, которой у меня нет. А там кто? Там опасно? Там не опасно? Там пауки. Ну, пауков я не боюсь. В принципе, они не особо жесткие. Плотненькие, конечно, да. Есть такой момент. Но не критично. Кстати, от кого ты там бежал такой полуздоровый? Не от кого. Я не знаю, кто его покоцал. В любом случае. Спасибо этому коцателю. Коцаль Коатлю. Мухи-коцатухи. Меч-коцунец. Я не замерзну, пока буду это переплывать? Там вроде костер есть с той стороны. Нет, говорит, водичка тепленькая. Говорит, еще хочу. На курорт приехал, смотри. А что тут? Это рыбальное место какое-то, да? Ну, тут все. Тут и фермочки. Тут и листики. Тут и елочки. Тут и травушка-муравушка. Птички летают. Прекрасно. Вот это красота. Не то, что у тебя болото. Совершенно жуткие. Давай договоримся. Мы этот куст не видели. С ним все в порядке. Это был обман зрения. Сейчас я здесь пооткрываю все, что можно пооткрывать. Зачем? Да, просто потому что. Хочется. Прикольно. Когда надпись вот такая. Жюх! Что-то там discovered. И все. И у тебя сразу дофамин в голову бьет. Ты из себя одежду срываешь и по потолку бегаешь. От радости. Кстати. А здесь ли? Нет, драконов здесь нет. Мне кажется, здесь есть какое-то загадочное ведро. Я не помню где. Но я в любом случае не буду слишком долго на этом задерживаться. А, вот оно, да. Ну-ка. Как это делается? Подожди. Подожди, как это делается? Да-да-да-да-да. Да перевернись ты по-человечески. Ну что ты... Что ты меня подставляешь-то? Да... Не выкручивайся. О. Так, так, так. Как это делается? Я не знаю, я его просто заберу. Эй. Тяжело. Что можно выкинуть? О. Вот он, железный слиток взамен. Пусть лежит. Пусть мальчик с ним поиграет. Или вот это ведро нужно? Да нет, то ведро нужно с ручкой. Ладно, надо вспомнить, как им правильно пользоваться. И потом я тебе покажу кое-что великолепное. Надеюсь, здесь с меня не будут пытаться стрясти никаких денег. А чай-то уже остыл. Приходится холодный кушать. А, вот оно. Так называемое имперское правосудие. Интересно, можно ли как-то его спасти? Будет. В следующий раз. Сейчас я не буду этим заниматься, мне лень. Где тут таверна ближайшая? Я хочу там отдохнуть. Почему здесь холодно? Я вроде в город пришел. А не... О, ну хоть тебе не интересно, что там происходит. Не помню, где здесь комнаты. По-моему, где-то наверху. Дамочка, не трогайте меня. Я не в настроении. Это не моя кровать. Это моя кровать. О! О! Вот в Солитюде, похоже. Самые шикарные гостиницы. Хоть что-то здесь шикарное. Дай мне знать, если есть еще что-то, что ты нуждаешься. А, ну да. И здесь на тебя смотрит мужик вместо женщины, поэтому... Ну, для кого-то даже лучше, мне кажется. Но я бы предпочел, чтобы когда я сплю, на меня вообще никто не смотрел. Тут есть тяжелый кусок мяса. О, я съем. Чтобы он меньше мне мешал. Сейчас я продам все лишнее. Так. Не разбросать бы ничего здесь. Что вы там, натешились на это кровавое побоище, а? Тоже мне, добрые горожане. Вот это я уже перепевать не буду. По крайней мере, не в этот раз. Да. Вот тут всяковсяченное. А вон там... Кузнечное. Вот броню я продам, наверное, кузнецу. Потому что так проще. А где он? А вот он. Лысиной своей сверкает. А, ну да. Пару стрел они мне все-таки выдали. Так сказать, на чай. Нормально я им так... Погрел. Так. Ну, лунный камень, мне кажется, не нужен. И стальные слитки. Корун давай пусть будет. Потому что он используется для строительства всяких штук. 82 единицы занято. Веса. Сейчас в Алхимочку зайду. Сейчас в этот зайду. Все закуплю. Кстати. Раз уж на то пошло... Кстати. Раз уж на то пошло. Сейчас я высплюсь. Повышу левел. Покачну, скорее всего, я... Себе красноречия еще чуть-чуть. Для лучших цен. И может быть я попробую... У броника найти что-нибудь из брони нормальной. То, что стальная, это, конечно, замечательно и хорошо. Но хочется побольше. Хочется чего-то понадежнее. Так. По-моему, броню я не могу уже прокачать, да? Да. 40 требует. У меня еще броня не прокачана. А для этого нужно, типа, по щам огребать, чтобы ее качать. Так, ну... В любом случае, мне пока ничего не нужно, кроме... Или нужно. Да нет, пока не нужно. И, возможно, вообще не понадобится. Так что, да. Цены получше. Осталось. И... Выпрыгнешь ты уже. Да, ну-ну-ну-ну. Сейчас еще в люстру зацепись. Так, а у меня мало золота на самом деле. То есть, технически-то я могу купить броню. Ну, в смысле, что она мне нужна. Вот хватит ли мне финансов на нее. Формить тоже не очень хочется. Это душка. А душиться я не люблю. Давай посмотрим, что у тебя есть. Ну, это... Это все мое, вообще-то. Так. Ну, resist frost не нужен. Айрон плейт. Так, так, так. У тебя барахло какое-то одно. Не впечатляющее совсем. Обидно. Ну, да ладно. Я думаю, что можно будет обойтись и без этого. Что-то на меня смотришь. Мне кажется, дали какой-то квест. Мне лень разбираться, что это. Я сюда за другим. О, вот это у нее хилок. Ого, у нее хилок. Почему я сразу не приехал в Солитьют? Тут прям много добра. Я все, я потратил все вообще, что можно было потратить. Что можно продать ей обратно? Ну вот эти штуки. Вот эти штуки. Ну и все. И индигредиенты можно продать. Все, затарен зельями. Можно, кстати, идти в Маркарт. Прямо сейчас. Прямо даже не раздумывая. Типа, а кто мне запретит? А кто против? Сейчас я посмотрю, можно ли все-таки из всякой всячины что-то продать. У тебя что-то всякое всячное. Что я тут недопродал? О, точно, ювелирочка осталась еще. Ювелирочка. И свитки. И какие-то медвежьи. Запчасти. Гранат. А у тебя что есть? У тебя есть типа зельки. О, я кажется какой-то порог перешел, потому что мне начали их прям много наваливать. Или это в Солитюде так все богато? Прямо не знаю. Но в любом случае все. Я под завязку затарился зельями. Я потратил вообще все. Но зато теперь могу раскидываться заклинаниями направо и налево. И не бояться слишком сильно огрести. Так что сейчас буду по дороге в Маркарт себя активно прокачивать. Вот как этот Орг стану крутым, сильным, большим. Весь в кетчупе. Уж показалось, что у него хвост заледенел и вообще не шевелится. Ну типа шевелится, но как палка. Но нет. Он им все-таки чуть-чуть размахивает. Так. Как здесь можно добраться? Ну я так понимаю, с самого начала нужно выйти на Драконий мост. А оттуда уже смотреть, куда будет вести дорога. И есть ли тут прямые направления в Маркарт. Это же дорога на Драконий мост. Ты не помнишь? Ладно, сейчас разберемся. Какие-то уже петушиные клювы на меня выглядывают. Это же неспроста. Кстати, сколько? А, 91. 54. Очень хочется найти знак коня. Мне все лень пойти и прогуглить, где он лежит. Ну вернее, где он стоит, где он торчит. Чтобы его взять, еще себя апнуть, переносимый вес, по-моему, на полтинник. И тогда уже вообще лутаться почти как белый человек. Там, кстати, лагерь братков есть неподалеку. Можно будет еще в него по пути заглянуть. Мне там, конечно, делать нечего. Но как бы пусть он и будет, тоже открытый. Я знал, где мои кореша собрались все. Ну не все, а какая-то их часть. Но они определенно там. А вот они там, коняшки. Я смотрю, они вообще не скрываются особо. Чисто под это, под окнами столицы. Разводят костры и вертят тут своими хороводами. Прямо перед зимним дворцом. Как там этот дворец называется? Голубой? Лазурный? В любом случае что-то неприличное. А, от вас здесь нельзя подняться, да? Это нужно обратно идти, в обход. Было не продумано с моей стороны. О, зато здесь бесплатное дают. Если б я знал, что здесь бесплатно дают, я бы чаще сюда заходил. Ух ты! Тут реально бесплатно дают. Я их сейчас вообще всех обнесу тогда. Ну не все, конечно. Что-то они не дают, но... Зелья, да, они поделились. Настоящие кореша. Вот и ругай после этого, братьев Бури. Нормальные ребята. Пацаны, вообще ребята. Как тут подняться? Подскажите мне, как здесь подняться. Вот, кажется, дорога. Да. Прекрасно. А, это фермеры. Не нужно на них нападать. Они тебе еще ничего не сделали. Ну да, парочка фермеров. Куда-то там тусит. В сторону Солитьюда. Эти, наверное, идут в братьев Бури вступать. Сто процентов. Имперец. Вот, смотри. Имперец вот просто, просто берет и нападает на меня. Просто, без всяких причин. Хотя, я так понимаю, имперец в данном случае это раса, а не принадлежность к какой-то его религии. А что это вообще было? Ну ладно, спасибо. За дорогие зелья. Я их продам. Помяну тебя. Вот это можно загнать кому-нибудь. В принципе, наверное, я возьму шлем и наручи. Они относительно легкие. И стоят относительно дорого. Все остальное пусть остается на тебе. И вместе с тобой же где-нибудь здесь утонет. Тут драконий мост. По драконьим мосту можно что-нибудь продать. Можно же? Что это? Это четыре щита. Это верно. Там что-то типа имперского этого прокуратура, короче. Туда мне тоже не надо. А куда надо? Ну, до Маркрата пилить все-таки довольно далеко. Не знаю, успели ли я это сделать? Или может быть остаться в таверне в местной? Или вернуться в Солитюд вообще? Да нет. Нужно идти до Маркарта. До упора. Хотя нет. Все-таки я остановлюсь здесь. Переночую, чтобы не замерзнуть по дороге. А то уже начинает холодать. И у меня уже потихонечку замерзает шерсть. Ну типа да, мне все нормально. Не надо меня чипать. Это мое. О, нормально. Вот здесь уже без второй кровати. Так, До 11 часов. Проголодаюсь, конечно, но у меня покушать, к счастью, есть. Все запасено. Каджит продуман. Ну, в отличие от прошлого раза. Даже сладкий рулетик на десерт имеется. Жаль, не твой. Ой. Это, это, этого не было. Этого не было. До иду ли я до Маркарта за короткое время? Сейчас и выясним. Мне кажется, будет интересно за этим пронаблюдать. И мне кажется, что в очередной раз уже пора бы хватит, собирать всякое барахло типа брони. Чтобы вот так каждый раз не бегать. Туда-сюда. Куда эта дорога ведет? Доведет меня до Маркарта? Меня до ручки доведет, скорее всего. Как в Маркарт пройти? Где здесь все указатели? Школота. Здесь что? Здесь ковры везли. Так. Зельечко. Как оно называется? Типа обруч? Опалубка. Ну, я смотрю, жрецы Стендара тут за Скайрим плотненько так взялись. Это, кажется, указатель. Это похоже на указатель, да? Почему он здесь? Тут нет никаких развилок. Маркарт туда. Карфарт она тоже туда. Крабики. Я вам не мешаю. Там второй. Там второй. Давай. Шевелись. Идь. 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 Все. Выбрался. А там что? А там есть камни-хранители? А там нет камней-хранителей, наверное. Я себе их уже придумывать начинаю. Ой, там котик. Он, конечно, для меня вкусный. В принципе, его можно завалить. Но можно и не валить. Пусть себе живет. Не то, чтобы я с него что-то полезное и ценное поимею. А купить дикую природу зазря я не хочу. Никогда не занимался истреблением дикой фауны в Скайриме. Кто угодно подтвердит. И там лиса. Мне кажется, что ей холодно. И сейчас я это исправлю. Все. Согрел. Так. Да, я этот лагерь тоже обошел, потому что мне не хочется тратить на него много времени. Я хочу добраться до Маркарта. Сегодня. Сейчас. Ну, в ближайшее время. Поэтому пришлось пожертвовать. Ёп. Каким же крюком надо идти, чтобы до него добраться? Конечно, крайне неудобно. Но это та же дорога, откуда я приходил. Олень опять проснулся. Иди сюда. На этот раз ты от меня не уйдешь. Он вернулся на место преступления, где он затоптал злокрыса. Но это же он был, правильно? А я его тут и подловил. Ибо нечего разгуливать по пятам тут и там без всякого взаимоуважения. Я надеюсь, что там идет поворот на Маркарт и мне не придется пилить обратно дорожек стеда. Да, 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 скажи, да. Оно говорит да, а мне только и радость. Сейчас на спринте пробежечку до города недорого. Прям на такси. Ку-ку, мерси. Мне кажется, что меня где-то обманывают. По-моему, это не дорога до Маркарта. Ой. Ой, сколько вас тут в ряд выстроилось, да? Бандосы. Прям, чтобы можно было пафосно вас всех пережить, да? Какая красота. Мне понравилось. Я бы вам поаплодировал, но у меня руки заняты вашими тушками. Сейчас тут еще четвертый не доедет. А, это прям вождь. Ой, ты застрял, да? Или застряла? Какая разница. В любом случае, для тебя уже все закончилось. У тебя крутая броня, да? Да нет, говно у тебя броня. О, у тебя крутая булава. Я ее продам. Ну, типа, что-то из этого теплее моего. Но защищает все равно хуже. Парахло. Модный приговор бы тебя не пощадил. Совершенно. Да сколько там идти? Ну да, я буду проверять это каждые полторы минуты. Сколько там идти. Потому что я хочу дойти до Маркарта. И после этого уже отправиться наконец-таки за детьми. А после этого уже отправиться в тот самый злополучный данж. Который крутой, типа. Который, типа, непонятно, что с ним делать и откуда он взялся. Ну, этот форт я тоже успешно проигнорирую. Сейчас вот этих вот анимешников запилю. Раута пересмотрела? Смотри. Все, ее выплясывать потянуло. Ну, с тебя я все сниму. Это мое. Не будешь больше косплеить. Что-то там какая-то сломанная башня. Ну и окей. Чинить я ее не буду. Сами разбирайтесь. Ты за мной бежать будешь? Или ты где-то сверху? Если ты сверху, мне интересно. Опять туман. Опять ни черта не видно будет. Сейчас споткнусь где-нибудь, свалюсь со скалы. Разбежавшись. Это я тоже петь не буду. Не в этот раз. Казахстан. Вы наконец-то дошли сюда, да? Я бы попытался им отомстить, но я не хочу второй раз позориться. А может быть... Нет. Не сегодня. Не сегодня. У меня есть конкретная цель добраться до Маркарта, не отхватив при этом по всем возможным лакомым кусочкам. Так. Тут вроде какое-то село. Я его просто открою. Опять же, не знаю зачем, причетом того, что прижим выживания не поможет мне до него добраться потом. Но пусть будет. тут вон опять какие-то ругательства, которые меня совершенно не интересуют. Можете там хоть уплакаться. Я иду по другим делам. Так. Не свалиться бы. И не свариться бы. Не закоптиться и не запечься. Что-то у меня совсем плохо с географией стало. По идее, он должен быть совсем рядом с Маркартом. Нет? Да, я знаю, чей ответ. А это кто? А, это имперцы. Ну, вот имперцев, кстати, можно завалить. Они так кончены. В смысле... А что я тебе могу дать? Я тебе булаву могу дать. И... И изгойскую броню. Прикинь, какой он сейчас крутой будет. Он не стал изгойскую броню надевать. Стой! А булаву ты мне не вернешь? Ну, ладно. Честно говоря, я бы его грохнул, конечно, за такое, но... Но не при детях же. При детях я только имперцев буду обыскивать и голыми в воду сбрасывать. Лови, рыбка. О, амулет Синдара. Абсолютно бесполезен. Катись. Но эти точно не в теплые края плывут. Блин, они там застря... Я не буду это показывать. Дальше уже некрасиво получается. Нужно в Маркарт бежать. А может это знак коня? Может там знак коня? Смотри, смотри, там какой-то камушек. Вообще у меня совершенно нет уверенности, что я туда доберусь сейчас. Или в принципе в ближайшее время. Но там какой-то камушек. Опять яйца очередные меня пытаются соблазнить. Кто там? Кто там на меня выглядывает? Я туда не хочу. Мне некогда. Да, он слишком высоко. Я туда сейчас не долезу. А если долезу, то упаду. Придется. Да вот он уже, вот. Нет. Я не собирался открывать консоль. Это была случайность чистая. А может быть это было грязное случайное. Вот в эту шахту тоже я не пойду. Ого! Далеко тебя занесло, дружище. Надо же с таким энтузиазмом они сюда вылезли, чтобы меня ущипнуть. А там кто? Ой, нет, а там. А там опять Наруто. Ой, их целых двое. Подкачай мне, бродю, да. Подкачай, подкачай. Сейчас у меня банька растопится. Я тебя пригрею. Да давай уже. Блин, это уже даже не смешно. Сейчас, подожди. Так быстрее. Ну-ка, 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 ну-ка. Что там происходит? Косишь, да? Так себе у тебя меткость, подруга. Ой, а ты какая-то типа крутая, да? Много урона наносишь. Как хорошо, что ты с луком, а не с чем-то серьезнее. Ну, перед ДПСил. Ничего не скажешь. Штраф тебе. Один аметист. И... Иди купайся. Тут кого-то грохнули. Они грохнули его! Конечно же, я так расстроен. Так расстроен. Просто кошмар. Эта булава станет напоминанием о нем. До следующего, ближайшего города. которым будет Маркарт. Нет, в Маркарт я не буду заходить по одной простой причине. Потому что там нужно будет спасти какую-то девчонку от покушения. Я сейчас к этому не готов. Поэтому туда я просто дойду до конюшен. И... прям в Айтран обратно. Уже на, так сказать, усыновление разного рода личинок человека. Что-то долго получается, да, сегодня? И 14-й был долгим. Глав. Ну, это не страшно. Я компенсирую тем, что... что следующую сделаю чуть покороче. Чтоб удобнее смотреть было. Ну, там она будет уже исключительно про... так сказать, подземные приключения. Ну, и, может быть, немножечко чего-нибудь на поверхности устрою. О! Наконец-то Маркарт. Единственное, что мне нравится в этом городе, это то, что он был сделан из двемерских руин. А... дворфийские руины это всегда хорошо. Уважаемо. Ух ты. Тут можно зайти. Не знал раньше. Где тут таксист? Вези меня, друг сердечный. Ну что ж. Ну что ж. Сегодня мне удалось за одну главу посетить целых три города, увидеть много интересного, увлекательного, начистить много рыл, что не может не радовать. в следующей главе я наконец-то заберу детей из их холодных и промозглых улиц в свою теплую хату с вином безалкогольным детским. Ну а пока никуда не уходи, я сделаю нам чаю. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Субтитры создавал DimaTorzok